здравствуйте друзья добро пожаловать на мой канал дом и сад александра миллер в этом видео поговорим о том что следует сделать уже сейчас в середине мая чтобы получить хороший урожай сладкого перца в открытом грунте или даже на подоконнике сладкий или болгарский перец это теплолюбивое растение поэтому в средних широтах время посадки рассады в грунт примерно середина мая когда оптимальная температура воздуха для развития роста перца составляет 20 градусов цельсия днем и плюс 15 ночью почва тоже должна быть хорошо прогрета иначе рост растений очень замедлится думаю не лишним будет упомянуть что при посадке следует заглублять перцы не ниже уровня корневой шейки желательно сажать рассаду сладкого болгарского перца лентами расстояние между перцами примерно 50 60 сантиметров чтобы растению было где разместиться на грядке расстояние между рядами тоже примерно такое же в каждую лунку при посадке внесите одну-две горсти перегноя и 10-15 граммов суперфосфата смешайте удобрения с плодородным грунтом суперфосфат важное минеральное удобрение из которого сладкий перец возьмет фосфор как макроэлемент зачем растениям нужен фосфор конечно же для нормального развития и своевременного созревания из-за недостатка фосфора сладкий болгарский перец будет слабым растением который плохо усваивает полезные вещества из-за нарушения фотосинтеза благодаря суперфосфату растения быстрее и увереннее переходят из стадии роста в стадию плодоношения кроме того недостаток фосфора повлияет на количество и вызревание плодов завязи перцев будет мало и она будет плохого качества перцы корявые небольших размеров фосфор как макроэлемент и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Покупатель для подкормки гранулированный суперфосфат. Он лучше хранится и имеет пролонгированный срок действия. Эффект от такой подкормки может растянуться на несколько месяцев. Формула суперфосфата Эффективность действия суперфосфата зависит от кислотности грунта. Если почвы кислые, никакого результата от такой подкормки не будет. Поэтому такой грунт надо предварительно раскислить древесной золой или гашеной известью. Растворите 20-50 граммов удобрения в 10 литрах воды и внесите под корень. Количество в граммах зависит от того, насколько хорошо развита рассада перца. Если растения маленькие, как у меня, то и кормить их надо меньше. Много съесть они пока еще не могут. Сил нету. Пусть подрастут. Теперь поговорим о том, как получить побольше плодов перца на каждом кусте. Подкормка суперфосфатом простимулирует хороший рост цветения и образование многочисленной завязи сладкого перца. Однако, если вы наблюдали за процессом цветения перца, то на первых порах цветков мало – 2-3 от силы. Как только фаза цветения начнется, вот здесь и надо будет немножко поработать. Удалите первых 2-3 появившихся коронных цветка, то есть те цветки, которые находятся на самой верхушке растения. Зачем это нужно? Растение еще не совсем окрепло, поэтому у него недостаточно сил на формирование большого количества первых цветков и завязей. Если вы оставите эти цветы, то получите пару-тройку слабеньких небольших перцев, и дальше придется ждать еще примерно месяц, пока куст перца снова наберет силу и образует новые бутоны. Но вы же хотите иметь хороший, большой урожай сладкого болгарского перца? В таком случае пожертвуйте этими первыми цветочками, и растение вас отблагодарит. Буквально через пару недель обильным цветением и завязью. А у меня на этом пока все. Хорошего вам урожая! Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и поделиться этим видео в соцсетях. Я буду очень признательна. Спасибо за просмотр, скоро увидимся!